Новости Большого Города на Средней Волге Изморозь на дорогах и тонкий лед на водоемах в декабре Самаре вновь окрасился в желтый уровень опасности. Медицинские светила, которые уже полвека каждый день сражаются за жизнь, а хрупкая девушка, ответственная за запуск ракет, и еще 46 выдающихся самарцев удостойны госнаград. Сначала хлеб, а нравственность потом. На новой сцене Самарта дали трехгрошовую оперу Брехта. Детские тренировки и международные турниры депутаты Губернской думы положительно оценили использование наследия Чемпионата мира по футболу. В Самарской области вновь объявили желтый уровень погодной опасности. Это связано с гололедом и изморозью на дорогах. По словам синоптикам, температура воздуха ночью достигнет минус 18 градусов. МЧС по Самарской области призывает автомобилистов быть внимательнее, соблюдать скорость и дистанцию движения. Кроме того, спасатели обращаются к рыбакам 63 региона. Лед, несмотря на минус за окном, еще рыхлый и неокреп. Выход на него запрещен. Жителям не следует вставать на замерзший водоем при плохой видимости тумане, дождей и снегопаде. С начала ледообразования погибло три человека. Телефоны экстреннослужб для оказания помощи на воде и льду указаны на экране. Отметили лучшее. К День Российской Конституции в Самаре госнаградами удостоили профессионалов своего дела. Врачей, конструкторов, учителей, социальных работников. С некоторыми из них познакомилась Мария Левина. Владимир Дразнин – представитель династии врачей. Рассказывает, доктором хотел стать еще с детства. Тогда мама служила военным врачом и отправилась на фронт. Сам Владимир в профессии уже почти полвека. Любовью к своему делу заразил и детей. Все это время трудится в одном месте – областной больнице имени Симашко. Реаниматологом. Ежедневно сражается за человеческую жизнь. Когда начинал, эта специальность только зарождалась. Владимир Дразнин всегда старался внести что-то новое, а главное – спасти как можно больше людей. За это и удостоился почетного звания заслуженный врач Российской Федерации. Моя специальность – заведующий в анестезиологии и реаниматологии, где я каждый день сталкиваюсь с жизнью и смертью, позволила мне еще больше, глубже любить людей, любить свою профессию, гордиться своими достижениями. Еще одной обладательницей государственной награды стала Елена Крафт. Хрупкая девушка выбрала несвойственное для прекрасного пола дело. Работает инженером, конструктором и заботится о тепловом режиме космических машин. В профессии уже 16 лет. Приходилось бывать и на космодромах, наблюдать за запусками ракет. И страх, потому что, когда ракета стартует, КП, она отрывается, море переживаний, как она отработает. Когда полностью миссия будет выполнена, ракета отработала, вывела блок разгонный, потом уже на орбите аппарат летает, уже с насвязь, тогда уже радость большая. Медаль за заслуги в освоении космоса получили трое сотрудников предприятия. Генерального директора Дмитрия Баранова тоже отметили. Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. На прогрессии ответственно подходят кадровые политики. Для предприятия важно привлекать молодежь. И потому вскоре здесь планируют повысить зарплаты, признается гендиректор. У нас действуют многочисленные программы по обучению. Мы участники постоянной WorldSkills и занимали призовые места неоднократно. То есть эта вся политика будет продолжаться. И по привлечению молодежи у нас тоже много работаем. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что все 48 человек, которые получили госнаграды, лидеры в своих отраслях. Во многом от них зависит развитие региона, а также реализация национальных проектов. Это признание ваших трудовых коллективов. Признание людей, которые живут рядом, трудятся, которые знают вас. Это признание достижений Самарской области. Губернатор отметил, в этом году перед регионом стояло много важных задач, которые необходимо было выполнить в короткие сроки. Область успешно со всем справилась во многом благодаря профессионалам, трудящимся на Самарской земле. На следующий год планы еще более амбициозные, но с такой командой сомнений в их реализации нет. Мария Левина, Константин Головин, События. Во взрослую жизнь с паспортом сегодня в Самаре состоялась торжественная церемония вручения главных документов 16-ти юным жителям 63-го региона. Они отличились в науке, искусстве, учебе и спорте. В волнительный момент рядом с ними была мэрия Елчан. Для 14-летней Анны Камальдиновой сегодня особенный день. Ей вручают паспорт. Девочка живет в городе Кенель. С пяти лет занимается музыкой, играет на фортепиано. Анна лауреат международных, всероссийских и региональных конкурсов молодых музыкантов. За такие успехи свой первый главный документ она получает от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Это очень ответственный момент, потому что все-таки становишься гражданином Российской Федерации. И я немного волнуюсь. В день Конституции паспорта получили 16 школьников. Среди них победители Олимпиад, волонтеры, спортсмены и призеры различных конкурсов. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что получение паспорта означает не только вступление во взрослую жизнь, но и наделяет особой ответственностью и правами. Хочу вам сказать, что перед каждым из вас открыты все пути. Сегодня в Российской Федерации действительно возможность реализовать себя есть у каждого гражданина страны. Тут во многом все зависит сегодня от вас, от вашей прилежности, вашего старания, вашей ответственности. Вручение паспортов прошло в рамках всероссийской патриотической акции «Мы граждане России». В 2019 году в ней приняли участие 33 муниципалитета 63 региона. Документы получили 770 школьников. Мэри Илчан, Василий Кладашов, События. В День Конституции в Самаре прошел Всероссийский день приема граждан. Эта традиция уже 7 лет. Представители всех уровней власти принимают людей с вопросами, жалобами и обращениями. В Самаре к этой акции подготовились особенно тщательно. Собрали всех специалистов в одной комнате с помощью интернет-технологий. Таким образом, самарцы могли в одном месте решить сразу несколько вопросов. С чем обращаются жители, знает Андрей Горгуленко. Сейчас только одинокий почтовый ящик напоминает о жильцах дома номер 75 по улице Ульяновской. Пожар нарушил спокойный ход жизни его обитателей, после которого дом уже не восстановить. Один из пострадавших, Николай Колосов, чтобы узнать, как действовать дальше, чтобы получить новое жилье, пришел на прием граждан в городскую администрацию. Фактически он разрушен, крыши нет, перекрытия между первым и вторым этажом нет. Все, что наш с непосильным трудом был, ну будем говорить так, все осталось там. Я скитаюсь, где придется, по больницам, по приютам, по углам. Вот так вот и живу. Специалист Департамента управления имуществом, с которым установили видеосвязь, предложил мужчине несколько способов решить этот вопрос. Перебраться в квартиру из маневренного фонда или подождать, когда дойдет очередь дома, стать участником программы по расселению из аварийного жилья. Точно так же ответы на свои вопросы в режиме онлайн смогли получить и другие самарцы, которые обратились в администрацию во Всероссийский день приема граждан. Граждане имели возможность в одном зале попасть на прием к самым разным специалистам. Да, есть вопросы, которые невозможно решить там мгновенно и сейчас, но по крайней мере человек может получить здесь какую-то консультацию, определить какой-то алгоритм действий, куда ему пойти, как действовать, какие там документы собрать для решения его вопроса. Очень удобная форма общения. Впервые Всероссийский день приема граждан в день Конституции прошел в стране в 2013 году. С каждым годом все больше людей используют эту возможность оперативно решать свои вопросы. Большая часть которых традиционно связана с благоустройством, сферами ЖКХ, земельных и имущественных отношений. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Используется по назначению. Самарской губернской думе оценили работу с наследием чемпионата мира по футболу, который прошел в прошлом году. На Самаро-арене свои домашние матчи проводят футболисты крыльев советов. Также стадион принимал несколько международных событий, в том числе матч между сборными России и Китая во время российско-китайских молодежных игр. На стадионе проводили большие концерты, форумы, соревнования профессионального мастерства. Возле Самаро-арена регулярно проходят и чемпионаты по другим видам спорта. Не простаивают без дела тренировочные поля, построенные и отремонтированные к чемпионату. На площадках на улице Дальний и на стадионе Металлург тренируются спортсмены Центра подготовки футболистов крыльев советов и проводятся юношеские турниры. Например, финальная часть лета с футбольным мячом. Детские тренировки организованы и на стадионе Торпедо в Тольятти. Мы говорим о том, что помимо основного арены стадиона, который у нас находится на 18-м километре, есть еще и площадки, то есть были построены поля, они сегодня все используются по назначению. Самое главное, что они не утратили свою возможность на них тренироваться, на них тренируются наши дети, спортсмены. К новому созыву Самарская городская дума готовит изменения. Количество районных депутатов планируют значительно сократить. На заседании городской думы рассмотрели предложение по изменению в законы о местном самоуправлении и об установлении номинований органов и должностных лиц местного самоуправления. Предложение теперь направят на рассмотрение губернскую думу. Я уверен, что все наши сегодняшние мероприятия, здесь мы соблюдаем законодательство, потому что есть определенные сроки. То, что нужно именно выходить с инициативы сегодня, например, не в сентябре, там и в другом месяце, да, то есть они улучшат качество работы представительных органов. В Самаре продолжают убираться незаконные рекламные щиты. За два месяца с улицы исчезли уже 600 конструкций. Что с ними будет, если их не заберут со спецбазы владельца, расскажет Сергей Кизоркин. Рекламный щит, по которому истек срок договора, на улице Новоурицкой идет под снос. Автокран, газовая сварка и рабочие за полчаса легко справляются с поставленной задачей. За пару месяцев они убрали почти 400 неликвидных объектов рекламного бизнеса. По последнему контракту под снос попали в общей сложности около 600 незаконных рекламных щитов. За один день с обочины Самарских улиц исчезали в среднем по 15 объектов. Каждый третий убрал собственник, остальные пришлось демонтировать городским властям. Главой города поставили, дано поручение демонтировать рекламные конструкции в сроке договоров, на которые истекли. Прошли торги, эти места не расторговались, собственники сами не убрали конструкции. Поэтому город обязан это выполнить. Мы отправляем письма, уведомляем собственника о том, что они могут обратиться к нам, представить документы, что это их конструкции и демонтировать. Для этого эти конструкции все нумеруются и складываются. Демонтированные рекламные щиты отвозят на спецбазу. Здесь их нумеруют и хранят. Затем подрядчики выставляют счет владельцам за работу чуть больше 10 тысяч рублей. Если долг не будет оплачен, его востребуют через суд. Кроме того, они заплатят еще и штраф за ведение незаконного бизнеса. За тот период, что щит простоял после истечения срока договора. На специальной муниципальной базе находятся 400 незаконных рекламных конструкций. Если через месяц за ними не приедут владельцы, то их утилизируют. Под болгарку пойдут как бетонные основания, так и железные столбы, щиты и фанера. Ни один грамм вторсырья не пропадет. Все пойдет в дело, обещают подрядчики. Бетон, да, превращаем, делаем крошку. Потом это идет как второсортный материал. Он отсыпается и дорогами, и металл, соответственно, чермет, фанера. Ну, максимально стараемся, конечно, на переработку отправлять. Освободившиеся обочины дорог сдадут в аренду в новом году, если они учтены в новой схеме рекламных конструкций. Торги планируется провести в начале весны. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Далее, коротко о других событиях дня. Самарский Союз-2.1б со спутником Голонас-М успешно стартовал с Плесецка, сообщает Роскосмос. Отделение спутника от разгонного блока прошло в штатном режиме. Эти аппараты составляют основу орбитальной группировки системы Голонас. Они обеспечивают навигационной информацией и сигналами точного времени наземных, морских, воздушных и космических потребителей. Самару хотят связать с Краснодаром новость с Красной трассой. Предполагается, что дорога будет проходить через Саратов и Волгоград и будет построена в ближайшие несколько лет. Трасса будет включать в себя уже существующие дороги. Их должны расширить. Магистраль включили в концепцию развития опорной сети автодорог России до 2035 года. Сколько денег потребуется на реализацию проекта, пока неизвестно. В Минтран-СРФ не исключают, что часть денег поступит от частных инвесторов. Кроме того, возможно, что некоторые участки дороги будут платными. В Самаре изменили режим работы светофора на пересечении Владимирской и Коммунистической. Здесь установили дополнительные секции. Правда, не все остались довольны нововведением. Сейчас Департамент транспорта рассматривает предложение водителей прибавить время для движения по Владимирской. Утром здесь собирается пробка. При этом по коммунистической автомобилисты проезжают свободно. В ближайшую неделю в Самаре могут изменить и режим работы светофора на перекрестке улиц Ташкентской и Старозагоры. Здесь планируют сократить время работы ФАС. В Самаре в один день накрыли сразу три горных клуба. Заведения сами выдали себя большой вывеской. Подпольные казино работали под названием «Донат». Два из них располагались на Безымянке, на улицах Победы и Физкультурная. Третий филиал в железнодорожном районе на Аэродромной. Азартные игры были установлены на компьютерах. Во всех случаях клиенты передавали деньги администратору за доступ к игровой технике. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Самарская прокуратура добилась закрытия сайтов, торговавших дипломами. Вход на эти порталы был свободным и не требовал предварительной регистрации и пароля. А это значит, что любой пользователь мог воспользоваться предложенной услугой и купить фальшивый диплом. Прокурор Кировского района обратился с иском в суд. Он был удовлетворен. В итоге информация была удалена из интернета. Воры, нищие и всякий прочий сброд захватили на один вечер новую сцену Самарта. В театре состоялась премьера трехгрошовой оперы по мотивам Брехта. Как публика приняла постановку, расскажет Мария Левина. Сначала хлеб, а нравственность – потом. Главная мысль пьесы немецкого драматурка Бертольда Брехта. Его радикальная и бескомпромиссная, как отзываются критики, трехгрошовая опера получила мировую славу. Эту пьесу ставят в разных точках земного шара. Не исключением стала и Самара. Нищие воры и гулящие на новой сцене Самарта происходит что-то необыкновенное. Здесь нет ответов, как относиться к тому или иному персонажу – дело лично каждого. В Самаре постановкой занимался немецкий режиссер Доминик Бютнер. Он старался адаптировать историю под российские реалии. Для этого шесть недель усердно работал с самарскими актерами. Мы всегда надеемся, что он уйдет домой, задавая себе вопросы. Я потрясена новой сценой, наверное, как и любой зритель, который является поклонником Самарта. Очень интересно посмотреть любимых актеров в совершенно непривычном для них амплуа. А Брехт помогает раскрыться с удивительной стороны, с другой стороны актера. Мне нравятся и залы, и само пьеса. Она необыкновенная. Я вообще первую постановку вижу. То есть я читала, но постановка для меня первая. И потрясающе увлекающие действия актеры, звуки. Прежде всего, современно, очень современно. То есть классика бессмертна. На сцене много музыки и танцев. Исполнительница одной из главных ролей Марии Феофанова вокалом занимается с детства. Долгое время выбирала между пением и игрой в театре. Но позже поняла, что на сцене все едино. Чаще всего Доминик мне говорил, Маша, ты слишком хорошо поешь, ты не должна так петь. Маша, нет, ты не Роза, ты та Роза, которую затоптали. Понимаешь, слишком красиво. Поэтому я старалась, наоборот, уходить от привычного мне вокала. Наверное, в этом была моя сложность. Но драматический вокал, он совершенно другой. Но в любом случае, здесь он просил, чтобы все было более сдержано, более в себе. Зал оставался в напряжении и ждал разгадок в финале. Но ответа, кто здесь злодей, а кто герой, не услышал. Брехт совсем неоднозначен, как и сама жизнь. Мария Левина, Дмитрий Мешканцов, События. Искусство в эпоху цифровых технологий. В Самаре представили выставку местных и иногородних художников, которые рассказали о своей жизни в сети. Абстрактные интуитивные картины и инсталляции манифесты, посмотрел наш корреспондент. Все на свете из пластмассы и вокруг пластмассовая жизнь. Это инсталляция из вещей, которые легко купить в китайских цифровых магазинах. Она изображает оазис, который просто создается компьютерной командой копировать-ставить. В Самаре представили выставку о том, какими современные художники видят жизнь и искусство в цифровую эпоху. В этом и идея выставки, в этом мерцании, в том, что зритель погружается в такой полусон, полуцифровую реальность. Многие здесь вещи связаны именно с хаосом, с потоком, безудержным потоком образов, цветов, форм, которые существуют в интернете. В экспозиции работы и местных, и иногородних художников. Каждый из них по-своему видит жизнь в интернете. Игорь Самолет собрал свой автопортрет из переписки в соцсетях, плейлистов из музыкальных сервисов, модных фильтров на своем изображении. Другие художники идут от обратного. Картины Михаила Михайлова кажутся сделанными в компьютерном редакторе, но выполнены вручную. Не чужда художникам и самоирония. Описание к работам создала обученная нейросеть. На уровне общения образов это полный веб-панк, так сказать. То, что мы пережили в интернете в 10-х, 12-х годах, когда только происходило вот это зарождение веб-искусства. Оно появилось как шутка. Но, как мы видим, через сколько прошло? 10 лет. Это переросло уже в выставке. Узнать, какое оно искусство в цифровую эпоху, можно будет до 12 декабря. Мэри Елчан, Семен Безгинов, Константин Головин. События. Творят, несмотря на превратности судьбы. Почти полторы тысячи подростков с непростыми диагнозами отправили свои работы на 22-й городской фестиваль творчества «Мир, в котором я живу». 85 стали лауреатами. Об удивительном мире необычных детей. Репортаж Сергея Кизоркина. Тонкая работа. В ловких руках Екатерины Грибанюк миллиметровые нитки превращаются в эксклюзивные сумочки, чехлы для телефонов, браслеты и картины. Девушка потеряла зрение 6 лет назад, но сидеть без дела не в ее характере. Екатерина не только занялась рукоделием. Она поет и учится играть на фортепиано. В общем, я живу как нормальный человек, только незрячий. Восьмилетняя Маргарита из-за болезни позвоночника передвигается только в инвалидной коляске. Но это не мешает ей посещать школу и заниматься в разных кружках. Любимое занятие – делать из шерсти и красок картины. В творческих конкурсах выступает не первый раз. Стала лауреатом городского фестиваля детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир, в котором я живу». Ее цикл работ – пролюбимого кота Вайбера из приюта для животных – высоко оценила жюри конкурса. Мы были в приюте. У нее эта мечта была заветная – поехать посмотреть животные, как живут. И вот теперь он у нас из работы в работу переходит этот кот. Он уже теперь домашний, но у нас все равно он нам вот так понравился. Отборочные туры 22-го фестиваля «Мир, в котором я живу» прошли во всех районах города по двум номинациям – эстрада и рукоделие. В финале 85 лауреатов получили дипломы и ценные подарки. Мы развивались. У нас фестиваль набирал обороты. И вот сегодня мы почти полторы тысячи детей охватили. Родители поняли, что можно участвовать. Некоторые уже подходят и говорят, а можно мы на следующий год? Вот мы посмотрели. Вот у меня дочь тоже так поделки делает. Конечно, приходите. Все мы посмотрим, выберем самых достойных. Кроме выставки декоративно-прикладного творчества прошел и заключительный галоконцерт победителей фестиваля. Дети пели, танцевали, читали стихи. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. 75 концертов к 75-летию победы. Такую амбициозную задачу поставили перед собой участники Самарского областного филармонического общества. Песни о войне хор ветеранов исполняют в сельских клубах и городских школах. Главная цель – провести выступление во всех районах Самарской области. С репертуаром познакомился наш корреспондент. Песня про учителей – обязательная часть выступления. Она предшествует основной части – песням о войне. В репертуаре хора ветеранов войны и труда, как и самые известные мелодии, так и редкие, которые почти не исполняются на больших сценах. Естественно, дети должны знать, какая была война, знать героев войны. У нас в гостях сегодня хор ветеранов войны и труда городского округа Самара. И дети внимательно слушают песни в исполнении хора. Этот концерт один из многим в большом плане филармонического общества. Самарская областная благотворительная общественная организация подготовила масштабный проект к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Хор ветеранов войны и труда даст до конца апреля 75 концертов во всех районах Самарской области. Больше 30 уже прошли. И на каждом из них в зале не было свободных мест. Очень большое спасибо главам района, которые нас поддерживают, хорошо нас встречают. Зрители, конечно, были в Кинеле. Там вообще зал на 380 мест, свободных мест не было. Поставили стулья вдоль прохода. И люди не могли попасть остальные. 22 декабря хор возьмет небольшую паузу, чтобы уже в январе вновь уехать в путешествие по районам Самарской области. Открывать тур будет концерт в Клявлинском районе 12 января. Мэри Елчан, Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова